Сейчас никто не задумывается о рамках своих обязанностей. Никто не старается сказать, что вот это мое, вот это не мое. Я за это отвечаю, за это я не отвечаю. Все пытаются сделать то, что им положено, еще немножко больше. Вот в этом, наверное, и является залог севастопольского характера. Так, допустим, вот за это время у нас была проблема в доме по Коломенце-3 с интернатом для ребят, выпускников детских домов. Там произошла авария, связанная с жилищно-коммунальным комплексом, скажем так, чтобы там подробностей не вникать. И туда мгновенно приехали все службы, те, которые, может быть, даже и по долгу своей, так сказать, обязанности не должны были бы заниматься. Очень быстро мы нашли решение. Ребят переселили, подобрали им помещение, оборудовали его и переселили всех. Вот сейчас уже заканчиваем сегодня, вот я думаю, что к концу нашего с вами диалога, закончим полностью ремонт всех систем ЖКХ, там многоквартирный дом наверху, вода, всю канализацию у них заработает в полном объеме. Такая же была ситуация у нас в субботу в первом детском доме, когда у них вышла из строя система электропитания, подача с аварийного дизеля. То я скажу, люди, которые, в общем-то, не имели к этому отношения по своим служебным обязанностям, не стали искать там дети, которые ответственные и так далее, закатали рукава и все вместе с нашими спасателями, сотрудники мои, просто-напросто за 30-40 минут все отремонтировали, запустили. И в результате этого мы детишек не потревожили и вовремя их накормили, возраст от такого до такого. То есть вот это как раз моменты, которые связаны с тем, чтобы... В этом залог нашего успеха. Третье. Вы знаете, откровенно говоря, изменилась тональность звонков и форма даже разговора людей. Если вот, ну, когда было все нормально, то есть мы жили в обыкновенном режиме, ну, как правило, те люди, которые дозванивались до нашей дежурной службы, у нас есть оперативная дежурная служба и при обыкновенном, так сказать, режиме работы города, она работает круглосуточно в департаменте, в любое время дня и ночи человек может набрать телефон и позвонить. Дежурный ему ответит. Ну, как-то более такое, знаете, было жестко требовательное. То здесь люди, даже сообщая там о серьезных проблемах, как-то немножко вот чувствовалось, это все отметили у меня абсолютно, люди как-то неловко себя чувствуют о том, что вроде бы как они отвлекают или, значит, вот должны говорить. Это тоже показатель, наверное, вот такого особого севастопольского характера. Кроме всего прочего, мы ведем очень жесткий мониторинг ситуации в районе. То есть у нас ежедневно минимум три, максимум четыре группы, которые работают целенаправленно. То есть мы ввели мониторинг цен в сетевых магазинах и потом, так сказать, подправляли. На сегодняшний день могу сказать, что резких скачков цен ни в одном из сетевых магазинов, располагающихся на территории Ленинского района, нет. Есть небольшое повышение цен, это на сладкий перец, яблоки, быстро недлительного хранения молока и отдельные виды мясных продукций. Тоже, как правило, связаны с их временем, их сохранности. Больше нет. Потом мы проводили, вчера мы проводили мониторинг транспорта, вот выявили, ну, не серьезные, можно сказать, а определенные проблемы с обеспечением транспорта и поведением водителей на 12 маршруте, что стало отдельным пунктом обсуждения на городском оперативном штабе, который, вы знаете, происходит и проходит у нас ежедневно с 9 в 9 часов утра и 18. Значит, проводили мы мониторинг цен на рынках Севастополя. Тоже, я скажу, особых не было, было такой там ажиотажный немножко подъем цен по отдельным. Ну, они сейчас встали в свое русло, ну, и практически в Севастополе находится большая часть, то есть в Ленинском районе Севастополя, извините, находится большая часть рынков. Вот, поэтому ежедневный мониторинг цен мы вместе с главным управлением потребительского рынка производим. Значит, на сегодняшний день тоже по рынкам у нас более-менее стабильно. Есть немножко некоторые повышения цен на центральном рынке, там по отдельным видам, но центральный рынок он всю жизнь и был. Вот, самые дешевые цены, вот по мониторингу и общему нашему выводу, вместе с главным управлением потребительского рынка, это рынок Славяновский и Чайка. КОНЕЦ КОНЕЦ